Приветствую вас. Я бы не стал так однозначно рассматривать данную ситуацию, потому что вопреки мнению коллег, я знаю и считаю, что далеко не всегда поцелуй в губы может означать, что дружба конец, потому что поцелуй в губы сам по себе, это еще ничего не значит. Кроме того, очень важно понимать, как происходит поцелуй, да, то есть если это поцелуй, грубо говоря, если этот поцелуй просто коснулись губами и все, да, вот, то это никакая не дружба, вы здесь как бы меня извините, вот, конечно, но никакая это не дружба в таком случае, если это просто вот губы, губы, то есть просто губами колкнулись и все, это не поцелуй. Это так целуются многие женщины, вот, бодрючки так целуются, губы, губы, я не знаю, видели вы это или нет, вот, поэтому, поэтому, да, да, это на грани фола, да, с этим как бы спорить нет смысла, да, это на грани, это награда, да. Является ли это, является ли это окончанием дружбы нет, потому что некоторые люди, в зависимости от воспитания, могут данный факт воспринимать исключительно, как, знаете, как проявление других, вот, несмотря ни на что, вот, прям несмотря ни на что, вот, поэтому я склонен думать, что речь все таки именно о пока еще дружбе, вот, но, но, конечно, есть определенная угроза нашей дружбе теперь, когда, значит, ну, когда мы, мужчина стал это делать, вот, кстати, а вы стали отвечать, то есть это, тоже такой момент на самом деле, почему вы стали отвечать человеку, что это становится, если, если вы не хотите, допустим, переходить, условно говоря, да, если вы не хотите переходить на более близкий уровень отношений, то зачем тогда согласились, согласились на это, то есть вы здесь как бы выступаете, ну, вы здесь выступаете в качестве такой, получается, как бы, жертвы, вот. Я не думаю, что это сколько-нибудь хорошая позиция для вас, потому что получается, что вы, как будто бы, не за что не отвечаете, ну, я вас не обвиняю, просто, если вы считаете, что такого будет не давно, просто, элегантно перестаньте отвечать на его действия, если вам хочется этого, если вы прям, прям вот, ну, хотите, вот, то, в таком случае, опять же, желательно, что бы вы дали мужчине, это понятно, вот, мне кажется, что это будет, как минимум, не лишним для всех человека, вот, ну, и для вас то, вот, а так, само по себе, это действие, оно абсолютно ничего не значится, оно не свидетельствует о том, что у вас отношения, вот, просто потому что объективно для отношений нужно все-таки что-то большее, наверное, что-то большее для отношений нужно, вот. чем простые поцелуи. Вот. Моё мнение, оно вот такое, на самом деле. Вот. Так что, задайте себе этот вопрос, чего вы хотите, но всё в ваших силах, если вы хотите только дружбы, то я полагаю, что дружбу вы вполне можете получить. Вот, тем более, что мужчина, мужчина, он, как бы очевидно, что нерешительный такой вот, что он, ну, как бы, не самый решительный человек в этом смысле. Вот. Так что, я думаю, что вы по-прежнему всё контролируете. Вот. Вот. Дружба между мужчиной и женщиной возможно. Это совершенно очевидно, совершенно точно, что дружба между женщиной и женщиной возможно. Вот. Вопрос в том, что это не какой-то такой, знаете, изолированный процесс. Вот. Это процесс, который всегда имеет под собой какие-то основания. да, то есть это процесс, который всегда идёт вместе, вместе с Т. Понимаете? Это процесс, который всегда идёт параллельно, как бы, это процесс, который всегда идёт параллельно всему остальному, что делает человек. Вот. И если человек только это делает, то есть только уделяет внимание или время своё, значит, только дружбе между, там, допустим, ну, вот как вы только уделяет дружбе с мужчиной, то рано или поздно это начнёт выливаться на что-то большее. Вот. Потому что по мере сближения с человеком, помимо сближения с человеком, по мере, точнее, сближения с человеком, вы раскрываетесь всё больше и больше, и вам, соответственно, хочется также всё больше и больше. Вот. Это нормальный процесс. Абсолютно. Вот. Поэтому здесь мне представляется момент совершенно такой естественный. Вот. То есть люди, когда говорят о том, что вот, между мужчиной и женщиной, да, есть дружба или нет, они как будто берут этот процесс абсолютно без привязки к всему остальному, что делается человеком. Вот. Вот. А это очень такая, достаточно, ну, достаточно грубая ошибка. Вот. Потому что игнорируется, как бы, всё остальное. И, конечно, это не так, что человеку вообще нужно и что человек вообще хочет. Вот. Ну и, наверное, не стоит, не стоит думать, да, не стоит думать, что от вас ничего не зависит. Вот. Мне кажется, что от вас очень многое зависит. Вот. Я имею ввиду, как бы, в отношениях от вас очень многое зависит. И если вы поставите себе такую цель сохранить дружбу с мужчиной, вот, то я уверен, что вы своей цель добьетесь. Я более чем в этом уверен. Если вы поставите такую цель. Поэтому свободнее, смелее и всё у вас получится. Кроме того, вы анонимно пишите, что такая ситуация стала в последнее время происходить. То есть, очевидно, что-то изменилось. Вот. Вопрос заключается в том, ну, что именно изменилось, да? Если изменилось, то что именно? Вот. Потому что, ну, что значит последнее время? То есть, в последнее время это такой достаточно строк, на мой взгляд, неопределённый, да? То есть, идеально было бы, если, если бы вы озвучили вот этот момент, с какого момента, ну, что произошло непосредственно перед тем, как это началось. То есть, может быть, мужчина ошибочно увидел, подумал, что вы расположены к отношениям. Может быть, мужчина ошибочно подумал, что у вас есть к нему какие-то чувства и так далее. Вот. То есть, об этом тоже, я думаю, как минимум, стоит бы упомянуть. Вот. Потому что важный этот момент очень. Вот. И от этого момента, ну, очень много чего зависит. Вот. Так что, вот. Примерно так можно ответить вам на вопрос, который вы задаете. Я надеюсь, что это было для вас полезно. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне эти вопросы личку. Ну, я буду рад помочь, буду рад ответить, буду рад, значит, прояснить какие-то моменты, которые я не прояснил сейчас. Вот. Но, в целом, что-то мне подсказывает, что вы не очень устроены в личной жизни. Вот. И, соответственно, имеет место быть вот эта вот проблема в построении отношений с мужчинами. Вот. Если я прав, то с этим можно и нужно работать. Ничего страшного, посыльного в том, что это происходит, нет с вами, но с этим просто нужно работать. Вот. Такой вот ответ. Если вы сделаете лучшим мой ответ, я буду вам благодарен, если он вам понравился. Ох, вот. А я вам желаю всего самого доброго и удачи. Спасибо.